Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Антуан Жозеф Вирц. Бельгийский живописец, скульптор романтического направления. Родился 22 февраля 1806 года. Выпускник Антверпенской академии художеств, где его наставником были Грэйнс Иван Бре. В период с ноября 1829 по май 1832 жил в Париже, где посещал Лувр, изучал старых мастеров и восхищался произведением Микеланджело и Рафаэля. Я цитирую переводную Википедию. Вернувшись в 1832 году на родину, Вирц предпринял вторую попытку победить в большом конкурсе и выиграл римскую премию Академии художеств. В мае 1834 года отправился за казенный счет в Италию, где прожил до февраля 1837 года. В Риме Антуан поступил во французскую академию. Тяготел к монументальности в размерах. Одна из его картин «Идеал королевы» была спроектирована 45 метров высотой, но не была закончена. Писал работы на религиозные темы, небольшие остроумные жанровые сценки, реалистические портреты. Смерть матери в 1844 году стала страшным ударом для художника. В 1845 году Антуан покинул Льеш, в котором жил и работал продолжительное время. Посиделся в Брюсселе. Автор полемических сочинений и трактатов об искусстве, в том числе «Похвала Рубинсу» и трактат об основном характере фламандской живости. За эти сочинения дважды удоставился премии Брюссельской академии. Выступал в качестве художника-иллюстратора. Создал портреты Квазимоды и Эсмиральды, героев романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Последние годы жизни обратился к скульптуре, которой увлекся еще в молодости. И вылепил три группы «Рождение страстей», «Борьба света с мраком» и «Торжество света». Оставил несколько автопортретов. Кончался в своей мастерской 18 июня 1865 года в возрасте 59 лет. Его останки были забальзамированы в соответствии с древнеегипетским обрядом погребения и похоронены в склепке муниципального кладбища Иксея. После смерти Верца мастерская стала собственностью государства и была превращена музей, носящая имя художника. Вот так вкратце из переводной Википедии о бельгийском живописце и скульпторе романтического направления Антуан Джозеф Верц. Пока-пока, до свидания.